Итак, давайте начнем с модернизации сайта и начнем с нашей главной страницы. Видите, сверху есть приписка такая, ну как бы менюшка «Редактировать в Elementor». Кликаем по ней. Я буду сверяться с сайтом-образцом. И вот смотрите, первый слайдер мы делаем в самом конце и начнем с этого блока. Значит, с этого второго блока нам все, что нужно сделать, это заменить вот эту фотографию, то, что мы заменим фотографию и ставим нормальный текст. Итак, спускаемся, видите? Давайте заменим фотографию. Кликаем. В общем, смотрите, мы будем редактировать в панели Elementor, но не просто в панели Elementor, она расширенная дополнительными блоками. Можете посмотреть здесь из прям такого полезного. Это админ панель, хлебные крошки, то есть адрес страниц, лого, форма для регистрации. Это вот такие специальные элементы для скрытого текста. То есть, когда кликаете, по нему и полностью текст весь отображается. Это менюшка, это логотип, ну и здесь пост, пост навигащи, и вот такое отображение постов, вот такое. Ну, в общем, посмотрите, тут все, в принципе, понятно. Итак, нам нужно поменять текст. Я буду брать текст, для экономии времени я буду брать текст с сайта образца. Сначала нам нужно заголовок поменять. Давайте вот кликаем. По этому виджету и слева отображается панель редактирования. Копируем заголовок. Возвращаемся на тот сайт. Активируем виджет, то есть кликаем по тому виджету, куда нужно вставить, и вставляем. Этот текст чуть ниже теперь. Берем. Выбираем все, копируем. И сюда переносим. Видите, все очень просто редактируется. Это зависит от того, что мы как бы импортировали все настройки сразу же, и не нужно ничего настраивать. Здесь то же самое. Копируем. Так, тут нужно отметить и отменить, я не туда вставил. Вот сюда переходим. И вставляем. Отлично. Теперь нужно поменять вот эту фотографию. Кликаем по этой фотографии. Отображается слева панель настройки этого блока. Давайте заменим эту фотографию. Кликаем сюда. Но тут есть один нюанс. Сейчас я найду фотографию у себя в базе здесь. Вот. Вот она. Смотрите, она размером 775 на 543 пикселя. Поэтому вам нужно загрузить точно такую же фотографию с таким же разрешением. Загружаю фотографию. Вставить. Все, пожалуйста. У нас все получилось. Далее мы приступаем к редактированию вот этого второго блока с наградами фотографии. Ну, либо под свои преимущества можете адаптировать. Все то же самое. Кликаем. Он как бы это изображение. Он сделан так. В общем, 4 ряда верстка. И в каждом ряду получается вставлено изображение. Заголовок, заголовок и заголовок. Нам нужно, допустим, скопировать вот этот заголовок. Кликаем на этот виджет. Отображается заголовок. Копируем. И сюда также активируем виджет. И вставляем. Здесь проще. Просто. Если хотите, можете и изображение поменять. Кликаем сюда к карандашу. И загружайте свое изображение. Но мы продолжаем дальше. Так. Все это копируем. Там, кстати, я что-то не скопировал. Давайте отменим сейчас. Сюда копируем сейчас. Лучшие семейные фото. Вот. Вставляем. Видите. Далее это 2016. Да. И сама технологичная студия. Мы копируем отсюда название. И просто. Ну, просто меняем контент. По факту все настроено. Нам нужно просто загрузить свой контент. Все. Этот блок. Смотрите, как быстро мы все сделали. Далее у нас идет секция с портфолио. Давайте также вставим русскоязычные названия. И ставим вот этот подзаголовок. То есть кликаем по этому виджету. Вот он выделился. Копируем. И вот сюда теперь вставляем. Посмотрю на сайт. Смотрите. Я добавлять здесь в этом портфолио не буду фотографии. Но вот смотрите. Если что, вот вы наводите на этот виджет. И вот карандаш появляется. Кликайте по карандашу. И здесь сворачиваете настройки. Элементы открываете. И можете добавить. Вот тут 6 фотографий. Для того, чтобы добавить дальше. Просто добавляете элементы. И здесь загружаете изображение. Или просто даже смотрите. Не добавляете. А просто вот значок копирования. Копируете. Открываете скопированный. Здесь вводите 7 номер. Загружаете изображение. И все. И он по факту. Все стили из других. Передадутся этому. И в общем так добавляете. Тут все понятно. Далее. У нас идет блок. С постами. То есть записями. Там нам нужно будет записи. Эти все исправить. В принципе мы это сделаем позже. На сайте образцы. Я посмотрю сейчас. Мы добавим заголовки. Свои. То есть берем вот отсюда. Копируем. Здесь видите. Передадетой секции. Нужно вставить заголовок. Плюс на этой секции. Нажимаем. Выбираем верстку. В одну ширину. И на плюсе вставляем скопированную. Так. И далее мы скопируем еще вот эту секцию. И вставляем ее сразу после этой. Даже не так давайте. Так же плюсом добавляем. В одну верстку. И вставляем. А теперь давайте пока что выделим временно. Это временно сейчас сделаем. Потом мы дизайн немного подредактируем. Фон черным цветом мы делаем. Чтобы увидеть что мы делаем. А здесь возможно ли ее перенести? Да возможно. Так. Здесь убираем вот эту. То что мы вставляли. Видите мы не то скопировали. Сейчас я вот эту. Не то мы вставили. Вот отсюда нужно скопировать. Давайте отсюда скопируем. Копировать. И вот вы на неправильную секцию. Наводим корсор мыши. И кликаем по правой кнопке мыши по карандашу. И выбираем вставить. И давайте вот этот уберем. Удалить. И что мы там должны написать? Получается вот. В первый заголовок вставляем вот такой текст. И во второй заголовок мы вставляем. Вот этот текст. Опять же дизайн мы там подредактируем. Потом на последнем уроке как обычно. И так. Отлично. Теперь нам нужно вот эту последнюю секцию с формой обратной связи. Заголовок поменять. Вот заголовок будет закажите фотосессию. Копируем заголовок. И подзаголовок копируем. Кликаем по подзаголовку. И вставляем нужный заголовок. Отлично. Давайте обновить. Сохраним изменения. Продолжение следует. Продолжение следует.